What's up, guys? Я Костя Холидей, и это один апрельский пасмурный снежный день из жизни Владивостокского сракера. Прямо сейчас я направляюсь в бокс. Одной рукой рулю, ей же переключаю скоростя, а второй снимаю видосик. Если честно, я немного вахую от таких раскладов. Это какая-то запоздалая первоапрельская шутка. Блять, не нашел места, чтобы развернуться получше, ебаный в рот. Короче, апрель вчера было плюс 15, а сегодня у нас валит снег. И я направляюсь в бокс, чтобы проверить боеспособность своего скайлайна к сегодняшнему вечернему выезду. Блять, успею. Автобус, автобус, автобус. Нормально успели. Блин, а малыха-то отлично смотрится в такую погоду. Да и обстановка на районе в целом пик кайфовая. Прямо как в Японии. Не хватает только где-нибудь цветущей сакуры под листьями. Что-то случилось, да? Володя, что такое? Я не успел приехать, кто-то уже разъебался. Что такое? Макс наш подушку вырвал. Хуйня, пара царапин, я думаю, с полировкой должно уйти. Так, посмотрим, что у нас творится на парковочке. А на парковочке у нас полный пиздец и анархия. Все затопило. Все тачки в снегу. Что же делать? А я уже метелку убрал, которой снег счищать. Хожу тут хлюпаю, прям как мокрая пизда в этих кроссовках. Что мы имеем? Сотик зебра. Вчера мы его немного подшаманили. Он на лете. Похуй, на нем мы сегодня не поедем. Ну, по боевику. Это вообще отдельная история. Он стоит уже разобранный в таком виде. Блядь, полгода. И все бы ничего, если бы одним из порывов ветра у меня не открыло крышку багажника и не вынесло нахуй заднее стекло. Володя, конечно, попытался залечить ее полиэтиленом, но я думаю, это мало помогает. Надеюсь, он не сгниет до начала сезона. Тут стоит же тихо моего кореша. Это чайзер нашего товарища из Артема, из Terminal Back Group. А вот это мой пациент, мой тренажер, мой волосатый, подгнивший, разбитый скайлайн. Сегодня я поеду на нем. В принципе, он полностью готов. Сзади у меня даже обута зимняя резина. Правда, вот спереди летняя. Но я думаю, это в целом вообще похуй. Что-то тут снег хоть холодный. О, ебать, какой холодный. Чап. Единственное, что нужно сделать перед выездом, это поставить вот эти розовые пороги. Потому что ехать без розовых порогов, хотя не приключим розовые пороги, я наболтаю схождение и полетим. Ебать, пацаны приехали как будто с боевых действий. Саня, здорово. Рассказывай, я тут снимаю видеоблог, проснулся со стояком и диким желанием снять видеоблог. Что у вас тут случилось? Что тебе скайз писал? Ну? Сейчас почти так, что только ехал первый. Ты первый? Да, он с меня уебался. Ага. А этот с него уебался. А у него что, тут что-то сильно? А у тебя что? У меня с другой стороны подмяло потихоньку. Слушай, я тебе скажу так, Сань, хуже, блядь, не становится. Тачка уже давно пизда. Я вот это ствола. Я помню, кто катался на ней. Я, конечно, не специалист, блядь. Но, по-моему, стопори устанавливаются с другой части автомобиля. Это что? Где владелец? Как ты прокомментируешь? Почему у тебя стопори стоят спереди? Да, что-то темно было. Ха-ха-ха. Я понял. Что ты там вяжешь, Саша? Нихуя себе! Стой, стой! Слышь! Это специальное схождение накрутили, да? Чтобы Аккерман был положительный. Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Ебануто! Ноги разъехались в разные стороны, прям как у пьяной шлюхи. Это колесо на право полностью. Нормальный выворот, братан! Улья, ну это проблема, пацаны! Улья, ну это проблема, пацаны! Стой, стой! Не на тормоз! Давай я... Да, иди за ней! Только с тормозом! Ебать, сейчас что-то будет, я снимаю. Хорош! Такие дела, если не хотите, чтобы вашу тачку загоняли в бокс точно так же, не ездите парно вот с ним. Набандит, научись, Саша, ебану, и все, блядь, только машину ломает. Так, малыш, почистим тебя немного, чтобы бокс не затопить. Блядь, снег такой влажный, тяжелый, просто пиздец. Бать, одной рукой тяжело, так-то у меня сильная рука, но че так, блядь, тяжеловато получается. Надо побольше дрочить, наверное. Ну, сотик у меня, конечно, просто бешеный. Выглядит отлично. Вчера еще сняли с него тонер, теперь вообще прям школа. Школа японского уличного баскетбола. Но сегодня у нас другая школа. Сейчас я поставлю на скайлайн-пороге, поднимаю на подъемник и посмотрю, что случилось с рейкой. И такое чувство, что после прошлого удара, который был нанесен вот в эту область, у меня рейка съебалась просто какое-то вкрепление, потому что ничего не погнуло, но почему-то схождение куда-то уехало. Сейчас будем проверять. Так, осмотр показал, что это съехала не рейка в своих креплениях, а подрамник. Можно заметить вот этот след. Гаечка была раньше вон там. То есть от удара весь подрамник просто хуяк и сместился вправо. Сейчас попробуем вернуть его на место. Нет, надо все-таки поджимать посильнее. И только ля, какая красота. Обалдеть. Вышел отлить. Блядь, там собака охотится на меня. Плохой песик, не явка. Я просто отлить вышел. Ну, красота просто ебнутая. Мост, море, все дела. Сейчас отливаю, едем на развал. Так, мы на месте в автогосте. Сейчас будем делать развал. Он того парнишка, наверное, уже подзаебал. Я тебя заебал с этими машинами, скажи? Точно нет? Это уже какая? Четвертая, третья за последние пару месяцев. Ну, ничего, я думаю, тут обойдет все малой кровью. В теории все чики-пуки будет. И мы не сильно выебем голову. Но это опять же не точно. Пока парнишка вешает датчики, я пойду до Экуазика. Что-то давненько я его не видел. Азик, привет. Че делаешь? Побода. Че-то какой-то невеселый. Ты походу заебался, да, пиздец? Ну, пиздец. Погода видел такая? Ну, да. И пище. Азик хуярит, блядь. У пацанов сезон диски катает, серия, бывает. Все снимаете? Я видеоблог на YouTube снимаю, прикинь? Долгий? Ну да, нормальный такой. А что? Прям как твоя палка, которую ты кидаешь в коем-метелке. Такая же долгая, блядь. Чап-чап-чап. Блядь, все, блядь, а что, печенья нету никакого, Азик? Нету, нету. А сок нормальный, да? Жидкий. Жидкий? Нет. Блядь, Азик, а это не моя тут часом ли резина лежит? Размер подходящий и протектор хороший, не? Не моя? Раскоп круглые, блядь. Нет, нет, нет. Ладно, все, я тебя не отвлекаю, пойду на развал дальше. Скажи что-нибудь подписчикам. Че, блядь, сказать надо? Йоу, шариш? Эти нахуй, йоу, шариш? Слышь, ну, вроде показывают, что колеса 4. Значит, уже все нихуя, еще походит, пацан. Ситуация крайне печальная. Схождение вообще непонятно, развал что-то более-менее. А вот кастер на левом колесе 6 градусов, а на правом 9. Это пизда. И при всем при этом здесь вообще ничего не регулируемое. Сейчас будем думать, как добиться какого-нибудь результата. Но что-то такое-то, что нихуя у нас не получится, и я, блядь, поеду как есть. Ну, короче, что-то получилось. Более-менее. Кастер подтянули, тут убрали. Схождение наболтали. Должно походить. Ты вот стараешься, я сейчас поеду, въебусь, и все твои труды просто насмарку. Или вот он в меня въебется, да, братишка? Смена кадра, и я дома. Подзалетел чисто переодеться, похавать. Весь промок нахуй, ноги все мокрые. Этот снег застал меня врасплох, я не был готов к снегу. Время сейчас где-то полдесятого, выкатывается еще рано, слишком большой трафик. Я думаю, выкатимся где-то в 12 час, поэтому у меня есть пока время перевести дух, отдохнуть и в путь. Не знаю, как все это дело будет рулиться, развал особо не помог, там все рычаги кривые, подрамник уехал. Нужные параметры выставить не получилось, но есть одно слово, как сейчас помню. А, похуй. Вечерняя свежесть. Я снова вернулся в бокс, и все заебись, только есть одна маленькая проблема. Тачка-то, в принципе, готова ехать, а вот покрытие, походу, не особо готово. Suicide gang. Тем временем в боксе. Да, блядь, закройся, нахуй, ебучая дверь. Мистер Кобра пригнал своего девяностика, немного подшаманить. А что он говорит, капот сломался, с виду он как новый. Ну-ка, Володя, покажи, открой, закрой. Блядь, вообще хуя, ну-ка, открывается, открой. Блядь, да все заебись. А что ты говорил, что капотом что-то не то, я понять не могу. Нормальный капот, блядь. Убобство. Убобство? Или уродство, блядь, нихуя у него. Тут тюнинг, ковчи. Блядь, чем воняет, это после того, как мы тут пиво пили, или что, я понять не могу. Спокойно. Мягенько делать перекладку, мягенько. Ручника затягивать. Вот, хорошо. Здесь ручника сейчас. Ой-ой-ой-ой. Ты же у них химчистку делал после того раза. Ну, чуть-чуть, да, поправил. Западает, чувствуете, кислячком. Так, и того, что мы имеем. Заправляем с пацанами на заправке, поедем хуярить на спот. Город подсох, влажного от дрифта не будет, поэтому будем хуярить парные заезды на споте. Заправляем 95-й. На нем должен запеть на полторашечку. Опа, главное хорошо стряхнуть, пацаны. Прям хорошо стряхиваем. Прям хорошо стряхиваем вот так в газ. Короче, сейчас будет что-то силовое. Если меня собьют, я не виноват. Прям хорошо стряхиваем. Фу, бля, ебать, ебать мы сейчас дали. Блин, хватит, склонял жопу, там был кизывал. Там был кизывал, прям бах, бах. Охуенно. Че, че тут? Нормально, какие-то веревки висят. Заебеть. Починим. Слышь, а у тебя пампер на две части разводился? А свисток видели? Слышь, свисток сложило. Вот это флекс. Так, а что у меня повреждения? У меня ничего нового. Все сложилось по старым складкам. Там замялось. Я обратно выстучу ногами. Мне вообще похую, блядь. А вот Артемия свисток подсложила. Конечно, пиздец. А вот это уже серьезно. Дешевая рабочая сила. Сюда пойдет. Нормально, можно и съехать. Погоди, блядь. Слышь, че-то хуёво ездит. Пошел. Давай. Ты не той стороной едешь просто. А, ну реально, блядь. КОТО traг 가족 мЫ moo мЫ, п***! Матси сломали! Матси сломали! Матси сломали! Матси сломали! Матси сломали! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok